Я предлагаю обходить ее стороной, чтобы не заразиться. Согласна, девочка явно нездоровая. А все заразные? Я слышала, что они могут даже убить. Ого, ты умная. Она же моя сестра, а я тоже умная. Вы близняшки? Да, но я главная, потому что смелее ее. Вау, ты такая крутая. Девочки, девочки, а у меня есть косметика, настоящая. Взрослая? Ага, ага, я могу завтра в садик принести, и мы прихорошимся перед мальчиками. Крутяк. Приноси, будем модными. Почему со мной никто не хочет дружить? Я так старалась им понравиться. А меня прогнали. Йо-хо-хоу. А почему ты плачешь на горке? Хочу и плачу. Но девочки не должны плакать, они должны улыбаться. Держи конфетку. Ты смешной. Я пират. А я тоже хочу стать пиратом. Тогда тебе нужна пиратская шляпа. Я могу дать примерить свою. Вот так. Какая красивая. Тебе очень идет. Спасибо. Девочки, вшиве клейте к Давиду. А давайте проучим эту бомжиху и испачкаем ее рисунок. Ха-ха-ха. Вот здесь ему место. Это точно сестра. И как он не боится с ней общаться? Он такой же бесстрашный, как и Мариша. А еще он из старшей группы. Я не хочу, чтобы они общались. Давид должен общаться только со мной. Я тоже так считаю. Я так же думаю. Давид идеальный мужчина, и ты идеальна. Вы подходите друг к другу, как принц и принцесса. Ага, ага. Согласна. Тогда надо их поссорить. Операция избавления от вшей начинается. Можешь сделать вид, что он влюблен в ту, ну, мэмру. Эм, но мне нравится ты. Просто нужна помощь. Будешь встречаться с ней и докладывать все тайны. А также делать все, что я тебя попрошу. Но что я получу взамен? Я тебя поцелую. Тогда два поцелуя в день. Идет. М-м-м-м. Можешь начинать. Ребята, посмотрите, кто к нам сегодня в гости пришел. Это медвежонок Барни. Давайте с ним поздороваемся и познакомимся. Будем передавать мячик друг другу. И у кого в руках окажется мяч, тот и будет говорить свое имя ласково. Но учтите, можно еще и усложнить задание, добавив о своих увлечениях. Давайте же я начну. Меня зовут Алиночка. Я работаю здесь воспитательницей. И я люблю вышивать крестиком. Держи, передаю тебе мячик. Здравствуйте, это волшебное слово. Людям дарите снова и снова. Я Мариша. Мариша, поздоровайся с нашим гостем. Привет. Я Мариша и люблю музыку. Здравствуй, Мариша. Приятно познакомиться. Хеллоу, меня зовут Париша и я люблю рисовать. Здравствуй, Париша. Ты знаешь английский, какая у нас умничка. Приятно с тобой познакомиться. Научишь меня, может быть, пару слов. Ты страстный. Лиза, будь повежливее с нашим гостем. Не надо меня обижать, я хороший. И люблю мед. Я с животными не разговариваю. Привет, а я Катя и поговорю с Мишей, потому что мне нравятся животные. Здравствуй, Катенька. Приятно с тобой познакомиться. Какая у меня умничка. Сложность что ли передать в руки. Привет, Миш. Я Витя и люблю играть в мячик. Например, в такой вот. Здравствуй, Витя. Приятно с тобой познакомиться. Митя, скажи, Миша, здравствуй. Митенька. Митенька, здравствуй, малыш. Чего это с ним? Я не знаю. Он стеснительный. Мальчик, идись, теперь твоя очередь знакомиться. Ну, вообще-то я не мальчик, я девочка. И меня зовут Ульяса. Здравствуй, уважаемый медвежонок Барни. Я люблю лосадей, это мои самые любимые животные. А лавятся мне эти благолодные животные за их выносливость, пледанность, любовь и за то, что они есть. Мне очень приятно с тобой познакомиться, Ульяша. И извини, что тебя немножко перепутал. Та ничего стластного, я понимаю, я ведь лысая. Ой, а куда я могу сесть? Мне негде сесть. Ульяш, там в конце есть стульчик маленький, присядь, пожалуйста, на него. Голосо. Меня зовут медвежонок Барни. Я очень люблю играть вместе с детьми и хочу пригласить вас к себе в гости. Приглашаю всех детей, жду в берлоге их своей. От души повеселиться, поиграть и подружиться. Мишка Барни подготовил для вас игру. Да не простую, а с призом. Вы хотите отправиться в гости к Мишке? Да, да, хотим. Хотим. Хотим? Я тоже хочу к Мишке Барни, но я не взяла с собой никаких для него пирозаных, а обычно в гости ходят с пилозанными. У меня есть для вас пирожные, так что я угощу. Тогда давайте выберем, с каким настроением мы поедем в гости. Ребята, сейчас каждый из вас возьмет один цветной кубик, на котором нарисован человечек, только показывать картинку никому нельзя. Потом вы по очереди покажете настроение этого человечка, а мы будем угадывать, какое у него настроение. Так, какой же кубик выбрать? Осталось так мало кубиков. Желтые уже взяли, красные тоже взяли. Ну, тогда возьму количневый. Итак, я первая иду. Вот с таким настроением я поеду. Ну что, угадываем, с каким настроением поедет в гости к Мишке Катенька. Ее-то снит? Походу, ее сейчас выльвет. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. О, я знаю, она поедет влюбленная. Тоже влюбленная? Мне кажется, голодная. Больная? Очень счастлива. Нет, зануда плава. Я поеду счастливая. Теперь моя очередь. Вот такая я. Какая-то хитрая. Да, угадала я, хитрая. А я поеду вот таким. Грустным? Мне очень грустно. Я тебя не хочу ехать к этому медведю. Митя, выходи. Ну что ты? Ничего, никак не реагируешь. Да нет же, он какой-то богатый. Хе-хе-хе-хе-хе. Ну что, теперь моя очередь. Угадаете, какой поеду я? Обкаканный. Хе-хе-хе-хе-хе. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Нет, вшивай. Бамзыхай. Я не бамзыха. Дети, ну что вы обижаете Ульяшу? Ульяш, не плачь. Ведь сейчас мы отправляемся к Мишке на веселом трамвайчике. Кондуктор выдает билеты пассажирам. Не за деньги, а за вежливые слова. Допустим, спасибо, пожалуйста, будьте добрым, извините, здравствуйте и так далее. Ну вот, я тут. Можно, пожалуйста, мне билет в вас, этот, ну, тот самый трамвай? Конечно, можно. Давай свой кубик, взамен бери билет. Спасибо. Я тоже хочу поехать в вашем трамвайчике, так что давайте мне билет. Спасибо. Здравствуйте, я со своей сестрой-близняшкой и тоже собираюсь в гости к Медведю. Можно мне, пожалуйста, билетик? А это мои были подружки, я тоже с ними еду к Мише. А вежливое слово? Будьте добры, мне билетик. Здравствуйте, здесь едет девочка, которая мне нравится, и я бы хотел, я не хочу ехать к этому медведю мохнатому, но так как мне нравится одна девочка, я бы хотел сесть вместе с ней в трамвайчике и готов даже два кубика вам дать. А кто тебе нравится? Это Парижа. Поняла. Хорошо. Ради бога, вот, держи билет, только не плачь, пожалуйста, Мить. Ульяш. Я бы хотела к Мисе, но настроения нет, потому что меня все обвязают и не любят. Вот кубик. Извините, пожалуйста, за мое такое вот плохое насловение. Я не знаю, как быть. Поедешь вместе со мной. Вот поезд быстро мчится. Чух-чух, чух-чух, чух-чух. У наших пассажиров захватывает дух. Ну вот и остановка, и двери открываются. На этой остановке бабуля появляется. Явилась я. Ваш трамвайчик, давайте скорее, а то макароны подгорят. Как же быть? Как же быть? Как, скажите, поступить? Нужно бабуске место уступить. И сказать обязательно садитесь, пожалуйста. Правильно, Ульяша. Вот, ребята, мы с вами и приехали в гости к Мишке. Какая же она зазнайка. Терпеть не могу, зазнайк. Сейчас вы должны отгадать предметы с закрытыми глазами. Для этого я вам дам темные очки. Эм, это ваза? Нет, это фломастер? Не угадала. Давай последняя попытка и будем дальше. Это... Это... Ой, так, что-то круглое. Может быть мячик? Нет, это не мяч. Ну и не хочу я угадывать. Это книга? Нет, это не книга. А почему вы на меня орёте? Спятил что ли? Из пятки только вышел. А что же мне эта работа? Ну что? Лизонька, твоя очередь угадывать. Эм, это фломастер. Это легко. Да не фломастер это. Отдай сюда. Боже мой. Это была линейка. Это какая-то бумажная коробка. Можно, пожалуйста, я к тебе подойду? Вот поменяем твои очки. Или оденем мои очки на твои. Только тихо, тихо. Спокойно, приятель. Спокойно. Только не плачь. Прошу тебя, Мить. Ну что? Он что, играет? Он умеет играть на бумни? Да чем ты ему рассказал, что это? Ладно, Мить. Ты удивительный мальчик. Спасибо тебе за игру. Что-то круглое, с подставкой и власяйца. А власяйца у нас земля. Но землю нельзя делзать. Мы же живем на ней, да? Колоти, я думаю, это глобус. Это глобус. Да, я угадала. Это глобус. Молодец, Ульяшенька. Молодец, Ульяшенька. Не честно, она подглядывала. Угу. Врушка, врушка, пердушка. Я не знаю, как она угадала, но это явно была какая-то хитрая махинация. Вот. И вообще, ну дура она так, тупая, вшивая. Фу. Поздравляю тебя, ты выиграла уникальные радужные фломастеры. И так же можешь забрать этот игрушечный глобус, как сувенир. Спасибо, спасибо, мисс Большой. Ты очень доблый и холосый. Я люблю медвежонок. И в следующий раз я должна буду тебе угостить. Ты же любишь мед, да? Я принесу мед. Вы молодцы. Но у меня еще для вас есть задание. Отгадать три загадки. Кто больше отгадает, тот и получит еще один приз. Мягкие лапки. А в лапках цап-царапки. Это коска. Опять эта випендрезница. Как же она достала. Хвост крючком, нос пятачком. Это же Уляша. Свинья. Я не свинья. Еще какая свинья. Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Дети, будьте же вы добрее, пожалуйста. У меня последняя загадка. Давай свою загадку. Он сидит послушный очень. Лаять он совсем не хочет. Шерстью он большой оброс. Ну, конечно, это... Пес! Вы можете отдать мой подарок кому-нибудь другому. Я буду не против. Какой хороший и добрый поступок. Тогда эту книгу сказок получит... А давайте победила дружба, ребят. Ребята, нам уже скоро надо будет возвращаться домой. В детский сад. Давайте на память о себе оставим в подарок Мишке самые лучшие наши пожелания. Что вы хотите пожелать Мишке, Барни? Пусть наконец побрится. Удачи! Счастливо, Оливий Лечи! Желаю тебе здоровья и счастья. Никогда-никогда не глусти. Уйди отсюда, вшивая. Ну, я должна сидеть на месте... Митти, Митти, пожалуйста, уступи мне место. Это... Ты должен быть в другой группе. Битти, помнишь про наш план? Так вот, можешь идти подкатывать к ней и узнай всю тайну. Так, хватит вам её обижать. Пойдём со мной. Ой. Будешь сидеть на моём месте, а я постою. Ой, фу, не буду с ней рядом сидеть. Пойду пересяду в другую группу. Ну и хорошо. Спасибо, что уступил мне место. Ты это, ну, симпатичная типа. Можешь быть моей женой, если хочешь, вот. Типа, встречаться? Ну да, там парень, девушка, знаешь, такое вот бывает. Я была бы не против. Хочешь мой сок? Ты отдаст мне свой сок? Ну, конечно, любимая. Держи. Ммм, как вкусно. Спасибо, дологой. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Субтитры подогнал «Симон»!